Девушки отдыхают Но мне рассказывал об этом Тадо и другие люди Поэтому я знаю с разных сторон эту историю Это было связано с Chicago Outfit Как называли этот криминальный синдикат в Чикаго Сэм Джиан Кана в определенное время был боссом этого синдиката И он встречался с женщиной, которую я не помню, кто именно Я не помню, как ее звали Она была моделью, она была актрисой, кем-то Она также была в то же самое время в отношении с президентом Кеннеди Она была вхожа в Белый дом И есть документы об этой женщине Поэтому вы можете найти ее имя И она бывала у Кеннеди И она покидала здание с кейсом, в котором были документы и другие вещи Которые, предположительно, были позже передаваемы Сэму Джиан Кана И передача шла в обратную сторону тоже Сэм Джиан Кана пересылал свою информацию через нее ему И никто не имеет ни информации, ни понятия По крайней мере, насколько я знаю, что было в этих отправках Но они оба спали с ней И они оба знали об этом Их обоих это не парило и никак не волновало Это не было важно Это был отличный инструмент для передачи информации туда и обратно Так это случилось не в какой-то единичный момент Но это происходило на протяжении времени Я знаю, что множество информации ходило между семьями по всей стране О том, что мы должны взяться за каждый профсоюз, который мы контролировали В каждом штате, где была мафия И нашей задачей было помочь Кеннеди стать президентом Соединенных Штатов И я вспоминаю, как сам участвовал в этом Опять же, я был молод Но я раздавал листовки, клеил их на окна магазинов Везде, куда бы мы ни шли То есть была большая погруженность со стороны преступности здесь Теперь, почему мы это делали? Его отец, Джон Кеннеди, был с мафией Он был бутлегером Торговцем спиртными напитками во время сухого закона в США Он не был посвященным мафии и даже не был ее подельником Но он был бутлегером и кооперировался с мафией по поставкам виски и всей этой продукции Особенно в те годы, когда поставка и продажа алкоголя была нелегальна Таким образом, он был в связях с мафией на протяжении долгого-долгого времени И он обратился к мафии, сказав «Если вы сделаете так, что мой сын станет президентом Соединенных Штатов Вам, ребята, не придется больше ни о чем волноваться в жизни» И мафия просто сходила с ума, выполняя свою часть договора Были потрясающие отношения Президента Кеннеди были даже отношения с Рэдпэк Куда входили Сэмми Дэвис, Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Питер Лоуфорд Питер Лоуфорд, я думаю, который даже стал в родственных отношениях с семьей Кеннеди Но там большую роль играла организованная преступность Которая контролировала Голливуд У которой были профсоюзы У которой были свои рычаги Все было шоколадно, никаких проблем Никто не думал уже вновь натолкнуться на проблемы, как было обещано Но Джон поставил своего брата, Боба Кеннеди, на позицию генерального прокурора Из того, что я слышал, его возмущало, что его брат и его отец обратились к мафии И это резало его И он хотел показать, что между ними никогда не было этих укромных и уютных отношений Так на полномочиях генерального прокурора он стал преследовать мафию Разных боссов, в разных штатах, во Флориде, Луизиане И можно продолжать Этот парень просто начал гасить всю мафию Его просто ненавидели Он начал преследовать даже парня, который возглавлял ФБР, Джона Гувера Гувер был чрезвычайно близок к Фрэнку Костелло И Гувер, директор ФБР, делал заявление, что нет такой вещи, как мафия Каждый, еще будучи в матери, знал, что есть мафия Вещи начали усложняться Начали проводиться собрания, в которых участвовал Бобе Кеннеди Один парень впервые в истории скооперировался с правительством и дал первую информацию против мафии Я не помню, как его звали Джо Валачи, его звали Джо Валачи По факту, когда Валачи допрашивали, у него было особое помещение для этого И после всего этого Гувер не мог отрицать, что была мафия в стране Он был более заинтересован в таких людях, как Бонни и Клайд Все эти деревенские типы гангстеров Если вы можете назвать их гангстерами Скорее, преступники Так ФБР была занята расследованием такого рода дел Ограбление банков и тому подобное И таким образом он оставил мафию в покое Про него много говорили Что он был гей Что он одевался в женскую одежду по ночам Что у него были отношения с одним из агентов Я не знаю, правда ли это все Но это не имело ни для кого никакого значения в любом случае Но он преследовал политиков Собирал компромат на тех, кто был в чем-то замаран Он обладал реальной власть И теперь Бобби Кеннеди начал напрыгивать на него И в то же самое время он пошел против мафии Бобби Кеннеди был человеком, который пошел против Джимми Хоффа И уничтожил его Так было много-много людей в правительстве В околоправительственных кругах В Голливуде В мафии И много где еще Которые ненавидели этого Бобба Кеннеди Остальные Кеннеди Раз мы говорим об этом Взять, например, Теда Кеннеди Он поехал кататься с девушкой Оба пьяные Они слетели с моста в реку Он вылез из машины Женщина осталась внутри Но у нее был запас воздуха Машина не полностью погрузилась в воду Но постепенно она тонула Он оставил ее Он покинул место и ушел домой И затем придумал целую историю Что его там не было Из того, что я читал Она умирала 10, 12, 16 часов Я не помню цифру, можете посмотреть Это то, как долго эта бедная женщина Лежала там До того, как она полностью утонула И захлебнулась Поэтому Кеннеди В наших глазах потеряли все доверие Я могу получить много критики за это Я знаю Но это то, как оно есть Это то, что случилось Я рос, будучи частично в этих вещах Да, я был молод Я был очень молод Но я был уже в этой атмосфере Я уже был преступником И слышал об этом всем последствии И затем я стоял с парнями Которые были сами во всем этом Тадо объяснял мне все Что там было В деталях В общем, это история о мафии Правительстве Актерах Актрисах Красивых женщинах Вино, женщины и танцы И убийства Я надеюсь, вам понравилось это Я хотел бы добавить больше Но мой директор Мои люди убеждают меня Многое оставить для подкастов И на меня нападут с молотком Если я сейчас продолжу здесь рассказывать И раскрывать все вещи для вас, ребята Но я люблю вас, ребята Подписывайтесь Ставьте лайк Если вам нравится это А я пока пойду вернусь самому себя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok